Всем привет! Сегодня поговорим о двух рыболовецких компаниях и рыболовных траулерах, которые строятся в рамках программы стимулирования строительства рыболовецких судов на российских верфях. Программа предусматривает, что 20% от общего объема квот на добычу рыбы будут распределены между компаниями, которые обязались возвести в России рыбоперерабатывающий завод или в течение 5 лет начать добычу новыми судами, построенными на российских верфях, с локализацией не менее 30%. Начнем с русской рыбопромышленной компании. РРПК входит в тройку крупнейших рыбодобывающих предприятий России. Флот компании на 2020 год насчитывает 15 рыболовных судов, а объем квот на вылов составляет более 300 тысяч тонн. 5 июня по заказу РРПК на Адмиралтейских верфях состоялась закладка большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 «Капитан Юнак». Судно является пятым серией и названо, как и другие суда серии, в честь заслуженного ветерана рыбопромыслового флота. Серия состоит из 10 траулеров, строящихся на Адмиралтейских верфях. Первые два судна были спущены на воду в марте и июне 2020 года. Спуск на воду 3 и 4 запланирован на 2021 год. Также до конца года ожидается закладка шестого траулера. Еще один траулер был построен на турецкой верфи за рамками программы и передан компании в декабре 2020 года. Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 предназначены для добычи минтая и сельди на восточном побережье России, в Охотском и Беринговом морях. Стоимость каждого траулера более 6,5 млрд рублей. Каждый из них рассчитан на ежегодный вылов более 60 тысяч тонн рыбы и выпуск около 15 тысяч тонн филе, фарша и сурими. То есть все 11 траулеров будут способны ежегодно вылавливать 660 тысяч тонн рыбы, что вдвое больше вылова компании в 323 тысячи тонн в 2020 году. Более того, по данным Росрыболовства, объем вылова водных биоресурсов в России в 2020 году составил 4 млн 970 тысяч тонн. Значит, 11 этих траулеров смогли бы обеспечить более 13% от объема добычи в 2020 году. Теперь перейдем к Нареба, крупнейшему российскому рыбопромышленному холдингу. Флот холдинга насчитывает более 40 рыбопромысловых судов, а объем квот на вылоп составляет более 400 тысяч тонн. С начала этого года на Северной верфи были заложены 8 и 9 траулеры-процессоры проекта 1707-01. Траулеры получили название «Капитан Коротич» и «Капитан Портнов» в честь судоводителей, работавших в рыболовной отрасли Камчатского края. Серия состоит из 10 судов. Головное судно спустили на воду в августе 2020 года, а первое серийное – в марте 2021. Траулеры-процессоры проекта 1707-01 предназначены для лова и переработки сельдей, минтая и других промысловых видов рыб в северной части Тихого океана, Охотском и Беринговом морях. Стоимость каждого траулера – около 4 миллиардов рублей. Максимальная производительность судна по вылову оценивается в 230 тонн рыбы в суд, что по данным Русской пелагической исследовательской компании, вдвое меньше суточного объема траулеров проекта СТ-192. То есть, 10 траулеров будут способны ежегодно вылавливать около 300 тысяч тонн рыбы. Значит, они могли бы обеспечить около 6% от общего объема добычи в 2020 году. Получается, что по завершению строительства 21 траулера двух компаний, они смогут добывать чуть меньше 1 миллиона тонн рыбы ежегодно, или около 20% от ежегодного вылова водных биоресурсов в России. На этом всё. Подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте нажимать колокольчик.